На территории Ленинского района Госадомтехнадзор ежедневно выполняет плановые работы. От жителей поступает много жалоб. За два с половиной месяца зимы более трехсот обращений было связано с уборкой снега. Поэтому инспекторы провели специальный рейд, а начали они свой объезд с микрорайона «Зеленые аллеи». Куча снега, которые сзади меня, которые вывозятся тоже с микрорайона и выбрасываются тоже на «Зеленые аллеи» прямо в пруд. Они будут таять, и это вся химия, которая посыпается всем. Мы сами это все прекрасно понимаем. Это наша экология, это тоже нарушение, за это тоже будут примиты меры административного воздействия. Многие управляющие компании не соблюдают закон о благоустройстве в Московской области, который гласит, что вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, больниц и других социально значимых объектов должен осуществляться в течение суток. С улиц и проездов в течение трех, а с остальных территорий не позднее пяти. В районе существует у нас четыре временных места складирования снега, куда обязаны управляющие компании и все коммерческие структуры, которые вывозят снег от своих предприятий, должны вывозить именно туда, которое определено постановлением главы Ленинского района, из-за которой есть ответственная у нас организация в районе Дорсервис, которая за это отвечает. Задача у Госадомтехнадзора непростая. За один день объехать весь Ленинский район и нанести визит в каждый двор, к сожалению, невозможно. Но, несмотря на свою загруженность, инспекторы внимательно выслушивают каждого обратившегося к ним жителя. Тротуар почему-то очищают, а вот где проезжая часть, вот наоборот, спихивают сюда. И вот очень много соли. То есть, вот это непонятно, что потом будет. А потом, бывает, трактором же проезжают и портят асфальт. А летом, весной, какой потом асфальт? Как бабушки, дедушки ходят? В итоге рейда Госадомтехнадзор предупредил управляющей компании, что если выявленные нарушения не будут устранены в срок, то им придется применить административные санкции в размере от 15 до 50 тысяч рублей. А успеют ли работники после обильного снегопада справиться с двойной работой, покажет время.